Историческое событие. В Барнауле растет первая поликлиника 21 века. Вопреки советской традиции, строят ее не предприятие, а сам город. Да еще как строят. Спустя пять месяцев готова уже пятая часть здания. Выполнены работы по устройству свайных железобетонных фундаментов, устройства монолитного железобетонного каркаса и заполнения наружных стен здания. Также готовы приступить к работе уже черновой отделке. Это полы в подвалах здания и наружные сети водоснабжения, электроснабжения, канализования. Поликлинику ждут и сильно. Пока в действующих корпусах медучреждения не сесть и не записаться на прием. Очереди на неделю и на месяц. И это в самом развивающемся районе, индустриальном. При том, что необходимость поликлиники поняли еще в 1994 году. С тех пор население прибавилось. Сейчас в районе живет 98 тысяч человек. 70 тысяч взрослых будут клиентами этой поликлиники. Но даже врачи понимают, главное не то, что будет новое здание, а то, что оно будет одно. Людям не надо будет ходить по всему кварталу, понимаете? Потому что у нас корпусы разбросаны совершенно, верится, так, как нигде. Ни в одном учреждении нет такой разбросанности. Человек с травмой, допустим, вынужден идти через два квартала в регионное отделение добираться, если его принимает хирург или травматолог. Те корпуса, я считаю, они должны прекратить себе работу. Персонал тех корпусов приедет в это здание. Еще три штата планируют набрать, рассказал главврач. Ежедневно здесь будут принимать как минимум полторы тысячи пациентов. Работы и сейчас немало. Чтобы наверстать небольшой простой из-за пандемии, строители трудятся в две смены, круглосуточный график. Темпы высокие, до декабря успеет больше запланированного, поэтому застройщик просит у краевых властей увеличить лимит финансирования на год. Каркас здания планируется подрядной организацией закончить до начала отопительного периода и закрыть контур и сделать кровлю и зайти туда с отоплением и приступить там к устройству инженерных сетей. На этот 150 миллионов было заложено. На этот год? Да. А плюс еще сколько? Ну, еще примерно столько же. Но пока срок окончания строительства – декабрь 2022-го. К слову, это не единственная стройка медучреждений в крае. Работы ведут и в краевом тубдиспансере в Новоалтайске, а в поликлинике Заринской горбольницы проводят капитальный ремонт. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...